всем большой привет уже по сложившейся традиции все мои декабрьские видео начинаются с фрагментов о том как готовимся к новому году и здесь я делаю поделку кирюхи на шкафчик в детском саду было задание украсить свой шкафчик к новому году символом года я нашла в интернете на просторах ютуба вот такого вот зайчика из фоамирана скачала схему выкройку и вырезала по ней зайку очаровашку у нас получился вот такой вот голубенький зайчишка можно делать различные вариации плюс наряжать его различную одежку была у меня позже мысль сделать из него деда мороза но так как уже обстоятельства сложились так что у меня мало времени свободного потому что заболел кирюшка как-то много всяких навалилось трудностей скажем так и поэтому я не стала усложнять себе процесс ну вот минут 15-20 времени и зайка готов смотрите какой гласный глазки но такие шикарные узика беленькая мордочка беленькая и ушки здесь не стал ничего добавлять никаких элементов мне нравится так лишнего тоже ни к чему повесим кирюхи на шкафчик в садик и украсим еще магазинными снежинками купила который клеится на стекла хочу наклеить на шкафчик потом покажу что получилось ну и вот такой вот готовый результат у получился зайчик очаровательный прикрепила его на двухсторонний скотч и также прикрепила вот сюда одну снежинку не стала слишком усложнять шкафчик всяким декором сегодня у нас пришел заказ свалберрис небольшой заказик делали по мелочи которые нам нужны в быту скажем так во первых заказали на стене вот такой вот блокнот форматом а6 фирма greenwich line на самом деле я никогда не обращала внимание на такие фирмы просто однажды купила блокнот вот этой фирмы подальнию вон там красненький она стена когда увидела его готова мама это тебя наверное greenwich line я говорю не знаю наверное может быть и действительно посмотрела здесь вот на обложке название фирмы блокнот классный мне понравилось тем что во первых у него вот здесь вот такие вишенки на фар на листочках на срезах он не датированный и вообще его очень приятно держать он небольшого формата помещается в сумочку и так выглядит очень даже эстетично на самом деле блокнот блокнотик не самый скажем дешевый но в принципе такая приемлемая цена здесь вот на фар зац у него тоже вишенки есть закладочка есть кармашек собственно не о нем разговор а вот об этом прекрасном блокнотике вот так вот он выглядит шикарный мне очень понравилось здесь фар зац просто вот такой вот зелененький так срезы тоже вот такие вот зеленые дальше я заказала очередной очередное стекло на свой телефон к сожалению сейчас очень сложно вообще найти на мой телефон стекло оригинальное поэтому заказывал ну я не знаю читаю по отзывам характеристикам в общем наиболее подходящий на вроде как написано что для моего телефона посмотрим пришло тоже все упаковочки все в порядке самое стеклышко якобы 11h это как защита наверное до 21d не знаю в общем посмотрим две салфетки ну и собственно да и вот этот вот стикер клеща да сейчас я тебе дам кирюша сейчас мы посмотрим давай мы заберем вот это вот коробочку кирюша ждет коробочку держи моя держи тебе коробочку так а еще ксюшке мы заказали леску так как она нас плетет из бисера то у нее очень быстро уходит леска уже все мои запасы кончились поэтому мы заказали ей 400 метров 0 2 толщина это именно то что ей нужно давай распаковываем и это же посмотрим может быть конечно что то еще какие-то характеристики написано внутри никаких опознавательных знаков нет к сожалению скажем будем надеяться что это именно та толщина вот здесь вот есть хвостик ну вроде бы да потому что из меня есть 01 но она прям тоненькая и рвется рукой легко такая потолще в общем вот плети не хочу ну а кирюхе достался самый кайф полопать вот эти вот пузырьки прикольно тебе нравится да да здорово красота антистресс да мама тоже полопает а то мама стресса хоть добавляй кирюшка опять приболел поэтому останется завтра дома до кирюш кто к тебе завтра придет с кем будешь сидеть дома нет с кем сидеть будешь дома баба бабуля да ну и раз в кадр попал наш диван покажу что мы его наконец-то начали обшивать купили ткань такую приятную на ощупь бархатистую цвет такой я не знаю нет не кофейный он скорее какао что ли такой вот но камера него не передает она его высветляет и он с таким непонятными разводами неразводами до пятнышками купили два цвета они у нас здесь лежат один вот такой вот темненький и второй вот такой вот светленький для того чтобы их сочетать диван у нас потому что начал уже вот так вот очень здорово обдираться и мы так как сам диван основа очень хорошая то решили что будем его обшивать на данный момент все что готово это пока этот вот кусочек три вот этих вот центральных подушки но получается здорово ну и раз речь у меня пошла сегодня о покупках покажу еще одну свою покупочку долгожданную которую я искала долго и не могла никак найти в наших оффлайн магазинах это вот такая вот разделочная доска которая таким такое прочное стекло у меня здесь стояли тыковки осенние они уже стояли здесь много лет и стекло начал уже портится начала прогорать а так как у нас варочная панель вот так вот очень близко к стене то очень страшно как бы пластик не не загорелся и я наконец-то нашла вот такую прекрасную стеклянную досточку и вот сюда не и приспособила выглядит очень здорово она такая освежающая светленькая вот но она немного уже чем мои тыковки по ширине но по длине она такая же такая классная доска большую достаю да нет давай какую-нибудь поменьше осенний улов красавицу будем размораживать да кирюш делать из нее рыбухе жарить котлеты большая щука я огромная холодная из морозилки кто поймал кириши и папа папа ты и уронишь из этой большой щучки мы уже приготовили вот такой вот рыбу хе рыба получается обалденная наша семья и просто обожает но рецепты как всегда у нас сборные мы смотрим несколько рецептов в интернете и потом уже делаем свой такой средненький рецепт уже по своему вкусу нам очень нравится мы видим с картошечкой и просто так а также я еще налепила котлеток нажарила и все можно ужинать ужин готов спасибо большое этой чудесной щуке за то что она нам попалась и накормила нашу большую семью вот так аппетитно выглядит рыбка хе и жареные котлетки из щуки всем кто трапезничает приятного аппетита а у нас опять с ночи идет дождь утром стали все деревья у нас тут были знаете такие обледенелые наклонившиеся но сейчас уже так как температура видимо нулевая на улице весь лед с них слетел по крайней мере здесь у нас около домов но дождь и продолжается вот такие вот сюрпризы у нас в этом году преподносит нам зима сегодня 18 декабря и за это время это уже второе такое сильное обледенение которое на нас напала все коммунальные службы работают в режиме нон-стоп у меня супруг работает вообще уже без выходных и очень боюсь что придется работать и ночью ему но такие вот у нас погодные условия под ногами сразу становится невозможно ходить каток просто страшно страшно ужасно к сожалению в последние годы вот такие вот зимы как-то все чаще и чаще нас посещают не знаю с чем это связано глобальным потеплением или может быть природа на нас как-то гневается но надеюсь что все будет хорошо все сюрпризы хорошие плохие мы переживем и настоящая зимушка зима нас все-таки навестит и останется с нами до весны а еще мы хотели с вами поделиться вот такой вот находкой такой вот собственно простой игрой дом с привидениями называется ее кажется в прошлом году дед мороз принес ксюхе насколько я помню брал на ее где-то на инфикс прайсе ну по крайней мере там я такие видела да кирюш давай покажем что здесь есть здесь есть фишки четыре фишки и кубик все одержи так но это обложка игры да здесь рассказывается что и как двустороннее поле 100 до 70 сантиметров игробродилки с заданиями число игроков от 1 до 6 и в комплект что входит ну а с обратной стороны здесь описание игр кирюш игра 1 тайна дома с привидениями игра 2 кто быстрее всех кстати они рассказывали кажется прошлом году в этом году я ее для себя открыла как-то мы вместе в нее не играли в этом году суху говорил меня поиграть и мне очень даже скажем так понравилось вот такое вот поле сейчас я его покажу я вообще не фанат настольных игр почему-то я их не знаю не люблю у меня нет терпения сидеть это все читать смотреть всякие условия мне не очень все это нравится вот но эта игра достаточно простая ну такая знаете веселая и забавная здесь такие интересные задания есть даже например сделать сколько-то приседания и отжиманий да но и на мозговую деятельность задания тоже есть такие интересные вопросы в общем вечер провели мы с пользой пока в нее играли нам понравилось так что вот даже такие простые игры из обычного дешевого магазина бывает интересны и полезны да с обратной стороны здесь лабиринт здесь так кирюш ты порвешься сейчас нам игру подожди здесь вот пока здесь финиш и так и так вверх ногами и так вверх ногами и так вверх ногами в общем здесь могут играть несколько человек даст сразу да правильно кирюш подожди сейчас все дадим несколько человек начинает играть и кто быстрее пройдет лабиринт таких сколько один два три четыре пять шесть шесть лабиринтов шесть человек могут играть интересно но несмотря на зиму у меня на окне как-то так одиноко расцвел вот так вот один бутончик орхидеи моей пятнистый я не знаю выбросила на стрелу и видимо силы ей хватило только на один цветочек но ничего страшного он все равно знаете как-то радует поднимает настроение потому что за окном ну прямо скажем так себе есть у меня правда видео нарезка с вернее даже не видео нарезка слайд-шоу фотографии которые сделал мой супруг впервые обледенение то на самом деле конечно очень красиво и можно ходить и любоваться всей этой красотой бесконечно но это очень много приносит неудобств людям и бывает даже опасным для жизни к сожалению вот в этот раз пока еще плюсовая температура поэтому под ногами вот такая вот каша вокруг вот такая вот серость красоты нет но надеюсь что все это как-то рассосется скажем так и все встанет на свои места ну а я в этом видео буду с вами прощаться да она получилась вот такой вот небольшое но мне захотелось как-то немного рассказать о том что у нас происходит показать всем спасибо большое кто досмотрел это видео до конца спасибо кто пишет нам комментарии ставит лайки нам очень приятно ваше внимание увидимся в новом видео пока пока